Всем привет, друзья! Меня зовут Егор. Устали мы вчера ждать обновления по воздуху, поэтому скачали файл апдейта и поставили его самостоятельно. Ну а сейчас расскажем вам, как же будет новый Android 4.4 KitKat выглядеть на Nexus 7 2013 года и что же в нем изменилось. Вещь, которая огорчила больше всего, это, конечно же, отсутствие ланчера Google Experience, который предустановлен на Nexus 5 и выглядит на нем весьма свежо и круто. Прозрачность, крупные иконки, интеграция с Google Now? Ничего из этого, увы, нет. Ну хотя бы белые значки имеем, уже хорошо. Давайте разглядим их поподробнее. Голубого цвета в них нет, теперь значок Wi-Fi при активной передаче данных подсвечивается оранжевым. Изменились иконки настройки камеры, а в приложении загрузки фон теперь не черный, а белый. Иии... и все на этом. Да, по визуальным нововведениям, мягко говоря, не густо. Из полезных фишек хотелось бы отметить приложение QuickOffice. Оно стало интегрировано в саму операционную систему и с легкостью и комфортом умеет читать, редактировать и создавать презентации и документы Excel и Word. Давайте глянем в настройки, вдруг хотя бы там прилетело что-нибудь интересное. Здесь есть пункт меню нажать и оплатить. Во многих странах сейчас активно развивается технология, с помощью которой можно оплачивать покупки через модуль NFC. Так вот, эта штука работает как раз по этому принципу. Нажимаем, прислоняем и оплачиваем. Надеюсь, в ближайшее время опробовать, после чего обязательно расскажу вам, что, как и зачем. Визуально с фишками опять же все, что просто не может не огорчить. Из крытых фич есть возможность захвата видео с экрана. Записать можно через подключение к компьютеру с помощью ADB-команд. Если интересно, как это делается, пишите в комментариях. И про лайки тоже не забывайте, лайков ведь много не бывает. Ну и самая главная вещь, ради которой действительно стоит обновить свое устройство до Android 4.4 KitKat – значительный прирост производительности. Интерфейс стал прокручиваться намного быстрее, нет каких-либо подвисаний или подлагиваний. В Antutu устройство раньше выдавало около 18 тысяч баллов, а сейчас – почти 20 тысяч. В этой версии Android разработчики провели работу по оптимизации системы под небольшое количество операционной памяти. Соответственно, велика вероятность того, что low-end устройства будут работать более плавно и стабильно. Также немного подправили многозадачность. Приложения теперь закрываются заметно быстрее. Вот, собственно, и все изменения, которые мы обнаружили. Если вдруг что-то пропустили, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну и напоследок хочу заметить, что в сети уже есть несколько лаунчеров, которые привносят визуальную составляющую из Nexus 5. Поставим и обязательно расскажем. А для того, чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал. С вами был Егор Монахов, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!